Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 2, вопрос 721. Что делать? Ребёнок приходит из школы и выдаёт со своих уроков по валеологии то, что я, мать, никогда не слышала по сегодняшний день от взрослых. Просто какой-то ужас. Или ребёнка не пускать в школу, или протестовать. Но как? Как? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Способов несколько. Самый главный из них – это молитва и ваша христианская жизнь. В семье и повсюду. Ребёнок – это не игрушка, которую купил, родил и поставил в угол. Изыскивайте время, учитесь всё делать быстро, торопитесь. Не спешите только на молитве и при чтении Слова Божия. Именно в это время ребёнок должен быть с вами в тишине и без спешки. Если скажете, что вы перегружены работой, не успеваете всё переделать, не до ребёнка, то это будет означать только одно – что ребёнок вам не нужен, его воспитанием займутся другие, и через год-два вы будете пожинать горькие плоды. Вот теперь у вас найдётся и время, и средства на наркологов, на передачки в тюрьму, на хождение по судам. И это всё будет запоздалым и бесполезным. Возьмите ребёнка за руку, перейдите с ним дорогу и сразу же повторите ему несколько раз. Когда бы с кем не переходил дорогу, всегда беритесь за руки, но не под руки, чтобы при резком повороте не запутаться ногами друг за друга. В четыре глаза легче избежать внезапной опасности, и, перейдя дорогу, преподай небольшой урок о том, как хорошо быть вместе со старшим добрым наставником. Это продляет и сохраняет жизнь. И что бы ты ни видел, идя с ним, неспешно разъясни, что это за мода, почему женщины в брюках, с разрезанными платьями, и сразу же на память приведи места Библии, повторив их неоднократно. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим, всякий делающий сие. Титу, 2 глава, 3 стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Нездоровый интерес ребенка к противоположному полу не исчезнет сразу, но он будет знать, что это такое в очах Божиих, что об этом говорит Библия. У него уже есть варианты, выбор. Говорите о страхе Божием, об узде на свои пожелания, протесты в органы, на чем настаивают, в кавычках, патриоты, малоэффективны, хотя и их не надо отметать. Вот примерный образец воззвания ревнителей за чистоту воспитания детей. Пропаганда безопасного секса – это государственное преступление. Родители, пресекайте действия преступников. Священное Писание учит. Извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам, 5 глава, 13 стих. Пресекайте посягающих на невинность и нравственную чистоту вашего ребенка. Директора школ, классные руководители, допускающие в школы, в кавычках, «просветителей полового воспитания», в скобочках, инструкторов по безопасному сексу, совершают тяжкое уголовно наказуемое преступление, ответственность которой предусмотрена статьей 135 Нового Уголовного Кодекса Российской Федерации. Не бездействуйте. Требуйте от прокуратуры пресечь незаконные действия сексологов методами прокурорского реагирования. Не будьте предателями, защитите детей. Родители, дети верены вам Богом. За предательство их невинности, за капитуляцию перед развратниками, половыми просвещенцами, комиссарами сексуальной революции, будете нести ответственность перед Богом, сказавшим, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Матфея, 18 глава, 16 стих. «Говорил мне сынок, я совсем ни при чем, это он, мой товарищ, сосед, на мое он тогда опирался плечо, но вины моей в этом и нет». Но судья почему-то не так рассудил, слово «дружба» проходит, как сговор. На скамейке одной заколол их без вил, общипал их понятливый повар. «Соглашались ли мы быть в гостях у тюрьмы? Упирался и я, вон из кожи вылазил. Путь мой мне, и во сне все казался прямым, но судья наш смешал меня с грязью. Ох и ах, потерял я из виду тебя, драгоценный мой сын и наследник. Эта улица враг из девчонок и ребят перепортила нашу обедню. Как мечталось мне вырастить доброго сына, отдохнуть при внучатах на старости лет. Все разрушилось вмиг, нет былого в помине, не скажу, что вины моей нет. Было некогда, некогда, некогда мне, а жена суетилась побольше, чем я. Превратились в запаренных старых коней, вместе редко когда собиралась семья. Ни молитвы совместной, об этом забыл, ни разбора, ни чтения Писания. Этим некогда, сжег все, пустил нараспыл. Мы не пели Иисусу, а Санну. Матфея, 21 глава, 15 стих. С горким смрадом один пожинаю плоды. Время есть передачки носить. Мне для слез не хватает небесной воды. Сколько нас горемы к паруси. Ночью длинной по четкам припомню, сколько было возможностей разных. Жить по Библии, горько мы плачем и стонем. Круг спасительный, Божьи наказы. Игла, 5 июня 2002 год.